доброе утро всем дорогие мои сегодня 23 солнышко хорошо ветерочек такой вот соседи вчера обновляли гарниту гардероб вот выкинули вот этот шкаф видите посмотрите вполне отличном состоянии видите все как положено все работает полочки молочки а даже тройник бросили удлинитель вот смотрите вот полочка все все есть не сломано ничего это как бы под телевизорник взяли выкнули вот вторую полку бросили обновляется вот так что живут неплохо люди это хорошо но я прочитал ваши комментарии и правильно написали что турция вот если думает кто-то дешевая страна для дешево жить это не совсем правильно сюда едут люди вот в основном не за дешевизны а коробку кто-то а ветер вчера на виноградника занесут листья упали все уже уже не будут падать в общем люди заедут большинство до думать дешевая страна нет не дешевая страна здесь сюда люди едут за спокойствием чё дешево бензин дорогой алкоголь я вам показывал уже на наши деньги бутылка водки 1300 рублей мясо тоже дороговато я вот мы единственного овощи фрукты и все а в основном для чего сюда едут люди сюда едут дорогие мои за спокойствием за спокойствием и за то что здесь вот законность какая-то есть нормальная чтобы люди спокойно жили понимаете люди не вот если кто за дешевизны выбирает да турцию это ошибается вот вы правильного пока моя подписчица написала что то на то и выходит если на прям овощи дешевые объединит дорогой автомобиль роскошь вот ну кто спиртной употребляет вообще нафиг труба извините месяц можно свою пенсию просто за неделю пропит просто без закуски если кто пьющий даже за пять дней можно пропить свою пенсию сюда люди едут лет для спокойствия для спокойствия для тишины вот вот только для этого здесь не катит то что вот сейчас вот например и в россии и в других странах снг например просто так людей сажать тюрьму пришел заяву накатал на кого-то она меня хорош деньги забрал не отдает нет уж дорогой мой иди расписка есть через нотариус есть только через нотариус ага иди в суд на имя адвоката и через адвоката для этого полиция не вмешивается ни в какую людей просто так обманом сажать тюрьму наказать нельзя только по доказательствам толка заказать должны быть железные не только свидетели но и должно быть нотариально заверены от сама расписка все все поэтому здесь на вас не могут оформить левый кредит вот вас не смогут на улице просто так взятые папа рожи дать короче прошел и остаться безнаказанным такой быть не может здесь то все наказывается как положено по факту вот и бизнесменный здесь вот подписчик написал как он ресторан открыл все все правильно молодые у меня тоже так же было это но вам помогали братья все все да а я один у меня нет же братьев я один все делал я же вам рассказывал что мне только зрители было остальное выполнялся сам вот вот вы говорите что там невозможно это самое той стране где вы здесь можете если вы тем более братьям приедете здесь откроете ресторан ресторан и можете спокойно работать не станете миллиардером сразу я не могу вам сказать что вы здесь станете миллионером но жить спокойно вы здесь сможете поэтому турцию выбирает для спокойной жизни а не для дешевый вот вот это две понятия не надо путать вот и здесь вот пойдем где-то там с полиции договоримся там с чиновником договоримся взятку дадим здесь не катит здесь не катит здесь это не сделаете вы поэтому турцию выбирает для спокойной жизни спокойной умеренной жизни они подышать подышевизну халява тут не прокатит квартиры тоже здесь уже дорогие не сказать что за копейки не возьмешь ну можно взять который вот например у кого-то кредит горит у кому-то надо сына женит кому-то еще что-то бывает такое бывает такое это когда вы среди турков живете вы знаете все кто продает чего продает какая истинная цена вот идете договариваете за чашкой чая вот это да а вот так официально идти покупать конечно здесь дешевого ничего нет такого вот вот эта машина вот эту машину возьмем да вот он потом сосед его продает за 5 тысяч долларов идите в автосалон автосалон такая же машина стоит не менее 9 10 тысяч долларов не менее вот просто вот этот человек сам делает самое самое и продает потихонечку также и квартиры также все остальное вот можно жить экономно если знать менталитет местный это рынок местных людей вот а если бухты барахты приехали решили дешево жить не получится ничего не знаю никого ничего тем более особенно при покупке квартиры вот купили вы квартиру например да вы язык не знаете а риэлтор вам не будет помогать там найти там вам газ проводить там воду там это подключать это в его обязанности не входит абсолютно абсолютно его обязанности не входит если конечно не супер такой риэлтор который человечный который пойдет с вами а так он вам продал и все вы получили свою такую а делайте что хотите и воду сам подключить и газ сам подключать и мебель сам покупаете вот электричество и водонагреватель на крышу по мелочевке дофига и больше и посуду покупали по постельный белье покупать это все вы должны сами ходить сами дают самое все все это вплоть до того что телевизор купили телевизор как российские каналы и русскоязычный канал найти это все надо идти ведь знаете сколько работы это сколько работы это тоже за все надо платить да все надо платить извините бесплатно ничего не бывает халявного поводыря вы не найдете вот один придурок был не буду его имя называть который во все который верил во все святое этот поводыр уже никогда даже за ки за 100 километров не подойдет вы сами знаете почему поэтому за все придется всем платить идти платить даже первый год вы не будете знать где у дешево покупать что-то и где как и дешевые рынки не будете знать никто вам скажет если в язык не знаете ничего не знает вам надо сойтись народом и в течение года вам придется своем саку самим вариться а вариться своим закон это расходы 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 на все расходы начиная просто от подключения воды кончая машиной транспортом вот как его где его чинить где его какого мастера вы можете с вас могут содрать такие деньги которые извините копейки стоит на машинах такие деньги которые как бы можно машину полностью обновить потому что вы не знаете не знаете никого ничего поэтому ваши комментарии все правильные вот роман я по вас снял вот это вам же сразу видели вот я убрал сразу асяка маледдинова опять где-то появилась вот и вам воды начала писать я сразу ее заблокировал потому что это мадам которая блин прошлом году помните вот с ней была русская женщина простая русская женщина из подмосковья пока покажите в балашина рынок ну показал экскурсию сделал по микрорайонам все все и все вы отвезли автостанцию а по дороге она начала мне это что дочка был устроить на работу я говорю извините я такими делами не занимаюсь но устроить на работу кого-то еще чего-то и когда это господа про меня всякие ролики начали снимать она под ними давай писать всякие гадости та женщина наоборот благодарный комментарий писала потому что кто меня знает они меня знают вот это давай писать про меня всякие гадости сейчас кому-то не угодишь даже на встречу не пойдешь в отель так одна была латушкина или матушкина как-то в отель не пошел я говорю зачем я не хочу с вами встретиться я не пойду и давай писать всякие гадости во всех этих болень елки-палки это вообще нечто людям халявный просто это надо понимаете халявную чтобы это помогать надо людям но тем людям которые это ценят понимаете человечный ценит а у меня таких немало в основной массе конечно женщины вот наталья покойный вот ольга осмарян мой сослуживец который живет питере вот другие приезжают они извини пойдем куда-нибудь погуляем посмотрим покатаемся никаких этих у нас нет такого чтобы вот так а люди понимаете как людям сейчас просто палец дай и под локоть как у русского оторвут под локоть хотят халявную что все было халявное халявной здесь ничего не получится если вы здесь язык не знаете ни людей не знаете места не знает где что к чему вы будете бросать и бросать деньги как также как я делал я тоже вроде бы человек не глупый но даже после покупки квартиры столько денег угрохали а сейчас иногда сижу считаю бренелку за эти деньги можно было три-четыре года спокойно жить вот бросал на все потому что же то на ремонт машины то на его покупку то когда крышу воду то сварщиков найти то решетки ставит только кондиционер установить то газ проводит это 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 нечто просто это нечто просто деньги уходит как вода как вода уходит а приехать сюда как мой папа говорил на спичках экономит и жрать водку не получится готовы люди за копейки подавиться но чтобы большой кусман чтобы было нормально чтобы такой не получится сэкономить не получится сэкономит получится если у вас будет настоящий рядом с вами друг который здесь живет знает все вот и который рядом с вами везде пойдет тогда да вы сэкономите деньги из 100 рублей 90 рублей вы сэкономите потому что за вас пойдут договорятся сделают все 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 а вы сами ничего не сможете потому что ничего вы язык не знаете даже если бы даже вы более-менее загнаете вы не знаете где сколько что стоит вы не знаете что это та же самая вещь который например стоит 10 лир другом совсем другом месте может стоить вообще 5 лир то же самое один к одному ничем не отличается поэтому сэкономить здесь не выйдет тем более новичкам который только приехали жить который только начинает жить здесь не 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 ребята турцию надо выбирать для спокойной жизни для не для экономной и для экономной тоже можно но уже прожив немного здесь уже узнав где сколько чё стоит вот где через а тем более когда местных людей знаешь вы вам они сами подскажут вам они сами подскажут где что купить где что все дешево где как оформить что где каком мастер обратиться они сами скажут я лично турцию выбран не для экономной жизни а для спокойной жизни для спокойной умеренной жизни все вот экономно можно жить и в россии но не спокойно люди выбирают спокойствие спокойствие это намного дороже чем экономия экономия спокойная жизнь стоит огромных денег деньги ничего не стоит если нет спокойствие это я вам говорю я вам дам миллиард и вы будете с под пистолетом под подушкой и каждому шороху трястись на что за вами идут или нет выйдете вы стреляться или нет были или вы не знаете где вас грохнут нафиг или вы не знаете завтра вас потащит на улице карман засунули грамм наркотиков и затащили и все никакие ваши миллиарды не помогут нахрен и это миллиарды вы просто так отдадите здесь такого нет понимаете ли такого нет если это беспредел не катит вот такие дела дорогие мои всем хорошего дня хорошей субботы вот комендантский час и эта девочка гуляет я не понял он ходит спокойно комендантский час называется ну ладно всех вам благ пока пока